Тема пятая. Россия в XVI веке. Параграф первый. Правление Елены Глинской и Бояр. После неожиданной смерти в декабре 1533 года Василия III, по его завещанию при малолетнем наследнике престола, трехлетнем Иване, начал создаваться опекунский совет. Но через некоторое время фактической правительницей стала вдова Василия III Елена Глинская, представительница западно-русского княжеского рода. Это вызвало недовольство многих бояр. Первым попытался захватить власть Юрий Дмитровский, брат Василия III, но был арестован. Была пресечена и попытка захвата власти дяди Елены Михаилом Глинским, а позднее и Андреем Старицким. Среди группы доверенных бояр главную роль начинает играть фаворит царицы боярин Иван Овчина-Терепнев-Оболенский. В правлении Елены Глинской был проведен ряд реформ, в целом продолжающих политику прежних великих князей. К этому времени относится начало важнейшей реформы местного управления – губной реформы. Если деятельность городовых приказчиков, появившихся на рубеже XV-XVI веков, затрагивала в основном военно-административную сферу, то губные старосты становились судебными исполнителями. Губные старосты были выборными лицами из местных дворян. В помощи мы избирали старосты, соцкие и лучшие люди из крестьян и посадских людей. Это было, с одной стороны, ударом по институту центральной власти, назначавшимся сверху кормленщиком, наместником и властелем, а с другой – усилением снизу формирующегося земско-самодержавного государства. Важное значение имела также денежная реформа. Основная монета до этого времени, деньга, существовала в двух вариантах – московская и новгородская. В 1535 году отставиша торговать и старыми деньгами, и начаша торговать и деньгами новыми, копейками. Таким образом, произошло установление единой монетной системы, а также была унифицирована чеканка монеты. Кроме того, правительство Глинской проводило мероприятия по укреплению армии, строительству новых и реорганизации старых крепостей в южном и юго-восточном порубежья. Укрепление границ посредством засечных линий получило название «засечной политики». Правление Глинской проходит почти в непрерывных мятежах различных княжеско-боярских группировок. Жертвой этой борьбы в итоге стали она сама и овчина Телепнев. В 1538 году, видимо, отравленная, она умерла, а овчина погиб в тюрьме. После этого власть перешла к боярским группировкам шуйских, бельских, глинских, но реальная власть постепенно сосредоточивается у представителей старомосковского боярства Захарьяных. Растет недовольство боярским правлением в среде московских горожан. Параграф 2. Начало царствования Ивана IV. 16 января 1547 года, впервые в истории русской государственности, состоялось венчание на царство Ивана IV, бывшего до этого великим князем, а 3 февраля последовала женитьба достигшего совершеннолетия царя на Анастасии Захарьиной. Ряд крупных пожаров в Москве весной и летом 1547 года омрачил столь торжественно начавшееся царствование Ивана IV. Наибольшее опустошение произвел пожар 21 июня 1547 года, продолжавшийся 10 часов. Выгорела основная территория Москвы. Сгорели 25 тысяч домов, погибло около 3 тысяч человек. В бедствиях обвинили стоящих у власти Глинских, что предвещало мятеж. Царь с двором вынужден был уехать в подмосковное село Воробьево. Мятеж начался 26 июня. После вечевого сбора горожане ворвались в Кремль и потребовали выдачи Глинских. Были разгромлены их дворы. Убит Юрий Глинский. Два дня Москва, по сути, находилась в руках посадских людей. 29 июня вооруженные горожане двинулись на Воробьева и также потребовали выдачи Глинских. «Вниди страх в душу мою, и трепет в кости мои, и смирился дух мой», — вспоминал позже царь. Большого труда ему стоило убедить народ разойтись. Однако выступления 1547 года не нарушили объективного хода событий последних десятилетий. Они лишь подчеркнули необходимость дальнейших преобразований. В 30-40-х годах XVI века страна была подготовлена к проведению более масштабных, чем на рубеже XV-XVI веков реформ. Параграф 3. Реформа центральных и местных органов власти. Планы переустройства России вынашивала небольшая группа людей, окружавших в то время Ивана IV. Одним из них был митрополит Макарий, образованнейший человек своего времени, активно участвовавший в государственной деятельности в 1540-1550-х годах. Другим приближенным царя стал священник придворного Благовещенского собора Сильвестр. В окружении Ивана IV находился и незнатный дворянин Алексей Федорович Адашев. К началу 1549 года влияние на царя Сильвестр и Адашева значительно усилилось, и последний стал, по сути, руководителем правительства, названного впоследствии Андреем Курбским, избранной радой. С именем Алексея Адашева связаны все последующие реформы, а также успехи внешней политики России в середине XVI века. В разработке и проведении реформ также участвовали Думцы, Захарины, Курлятьев, Шереметьев, Курбский. Реформы конца 1540-х – начало 1550-х годов ознаменовали первый период царствования Ивана IV Васильевича. К 1549 году относится начало деятельности на Руси земских соборов, сословно-представительных органов. Земский собор представлял собой орган, вышедший из вечевых традиций, но заменивший элементы военной демократии началами сословного представительства. В числе первых решений Земского собора следует признать создание нового правового кодекса «Судебника», в основу которого был положен предыдущий судебник 1497 года. В судебнике 1550 года из 100 статей большая часть посвящалась вопросам управления и суда. В целом пока сохранялись старые органы управления, но в их деятельность вносились существенные изменения, направленные на прямую ликвидацию в городах наместничьего управления 1551-1556 годы. Местное управление заменило наместников, но оно не имело единой формы, а принимало различные формы в зависимости от социального состава той или иной местности. В центральных уездах, где было развито частное землевладение, вводилось губное управление, а в тех уездах, где не было частного землевладения, земское. Волостные администраторы исторически восходили к представителям старинной сотенной общинной организации Киевской Руси и, в отличие от кормленщиков, пришлых людей, действовали в интересах и на пользу своих уездов, городов и общин. Таким образом продолжало формироваться земско-самодержавное государство, в котором вырастает значение служилых людей. В 50-е годы XVI века происходит усиление исполнительных органов управления, приказов как уже существующих, так и новых. К ним относятся Челобитный, Разбойный, Стрелецкий, Разрядный и другими. Разрядным приказом некоторое время руководил дьяк Выродков, при котором он стал как бы генеральным штабом русского войска. Финансовые дела находились в компетенции Большого Прихода и Четвертей, Четей. С присоединением Казанского и Астраханского ханств создается приказ Казанского дворца. Тем не менее, окончательно формирование приказной системы завершилось в XVII веке. Параграф 4. Социально-экономические реформы Уже в судебнике 1550 года затрагиваются вопросы о землевладении. В частности, в нем задержатся статьи, затрудняющие дальнейшее существование вводчинных земель. Особое место занимают статьи о частновладельческом населении. В целом, право перехода крестьян в Юрьев день сохранялось, но несколько увеличилось пожилое. Одна из статей определяла положение другой значительной группы населения кабальных холопов. Запрещалось, к примеру, превращать в холопов служилых людей, ставших должниками. Однако главные изменения в социально-экономической сфере были направлены на обеспечение землей служилых людей, дворян. В 1551 году на Стоглавом соборе Иван IV заявил о необходимости перераспределения земель между землевладельцами. Для упорядочения земель предпринимается их всеобщая перепись. Это мероприятие невозможно переоценить, поскольку межевание земель было шагом к фактической централизации государственной власти. Полностью же этот процесс был закончен только в эпоху просвещенного абсолютизма. В процессе межевания земель прежнее подворное налоговое обложение заменялось поземельным. На основных территориях вводилась новая единица обложения – Большая Саха. Ее размеры колебались в зависимости от социального положения землевладельца. На саху черносошного крестьянина приходилось меньше земли, но больше налогов. Ущемлялись интересы церкви, зато в привилегированном положении оказывались помещики. Размеры земельных владений обусловливались и прежней службой дворян. Уложение о службе 1555 года устанавливало правовые основы поместного землевладения. Каждый служилый человек имел право требовать поместья не меньше ста четвертей земли, примерно 170 гектар, так как именно такая земельная площадь должна была обеспечить дворянину полное вооружение. С первых ста четвертей выходил в ополчение сам землевладелец, а со следующих – его вооруженные холопы. Согласно уложению, водчины в отношении службы уравнивались с поместьями, а водчинники должны были нести службу на тех же основаниях, что и помещики. Параграф 5. Военные преобразования Основа вооруженных сил составляла теперь конное ополчение землевладельцев. Помещик или водчинник должен был выходить на службу конно, людно и оружно. Кроме того, существовали служилые люди по прибору, набору – городская стража, артиллеристы, стрельцы. Сохранялось и ополчение крестьян и горожан, посоха, несшая вспомогательную службу. В 1550 году была предпринята попытка организации под Москвой трехтысячного корпуса пищальников, обязанных быть всегда наготове для исполнения ответственных поручений. В него вошли представители знатнейших родов и верхи государева двора. Стрельцы представляли собой уже полурегулярные войска, вооруженные новейшим оружием и содержащиеся казной. Организационное строение стрелецкого войска было позднее распространено на все войска. Управление дворянским войском чрезвычайно усложнялось обычаем местничества, поэтому в армии оно воспрещалось и предписывало снесение воинской службы без мест. Параграф 6. Сто главый собор 1551 года. Процесс усиления государственной власти вновь поставил вопрос о положении церкви в государстве. Царская власть, источники доходов которой были немногочисленны, а расходы велики, с завистью смотрела на богатство церквей и монастырей. В январе-феврале 1551 года был собран церковный собор, на котором были зачитаны царские вопросы. Ответы на них составили 100 глав приговора собора, получившего название Стоглавого или Стоглава. Царь подверг резкой критике права монастырей приобретать земли и получать различные льготы. По решению собора было прекращено царское воспомоществование богатым монастырям, а также запрещено заниматься ростовщичеством. Вместе с тем бедные монастыри продолжали получать, как и прежде, от государства деньги, ругу, что было важно для расширения влияния светской власти в церковной среде. В целом и после 1551 года церковь сохраняла свои владения. Вместе с тем по благословению царской власти были проведены важные преобразования во внутренней жизни церкви. Утверждался созданный ранее пантеон общерусских святых, унифицировался ряд церковных обрядов. Были приняты также меры по повышению нравственности духовного сословия. Параграф 7. Судьба реформ и реформаторов. Цели реформ 50-х годов XVI века историками трактуются неоднозначно. Обычно считается, что реформы избранной рады проводились для укрепления социального положения дворянского сословия в противовес тормозящему этот процесс боярству. Созыв Земского собора и создание новых выбранных местных органов власти свидетельствует о складывании союза между царской властью и различными слоями населения – дворянство, посадский и сельский люд. Это означало, что на Руси формировалась система земско-самодержавной государственности. При этом подразумевалось и осуществлялось на практике разумное равновесие в распределении власти между рядом сословий – земские соборы, правительством, избранной радой и царем. Для утверждения этой системы необходимо было время. В силу ряда обстоятельств равновесие властных структур стало неустойчивым уже в первой половине 1550-х годов. Реформаторская деятельность была осложнена в 1560-е годы внешними – Ливонская война – и внутренними – опричнена – причинами. Многое здесь значила и личность царя Ивана IV, человека с государственным умом, но гипертрофированно развитым властолюбием. Власти он хотел столько, что хватило бы на абсолютистскую форму правления. Но для этого и время еще не пришло, и власть государя не была абсолютным самодержавием. Разрыв с приближенными наступил не сразу. Их колебаний во время болезни Ивана IV в 1553 году, напряженные отношения с родственниками царицы Захаринами и, возможно, с ней самой приводят к психологической и политической несовместимости царя и реформаторов. К осени 1559 года была прекращена реформаторская деятельность. В 1560 году Сильвестр был направлен в ссылку вначале в Кирилло-Белозерский монастырь, затем в Соловецкий. Адашев был послан в действующую в Ливонию армию, но вскоре вместе с братом Даниилом арестован. Лишь смерть в 1561 год спасла бывшего главу Избранной Рады от дальнейших преследований. Начался второй период правления Ивана IV. Параграф 8. Опричнина. Всего семь лет существовала опричнина, но выяснение ее причин и целей долго вызывало многочисленные споры ученых-историков. В целом, все различные мнения историков можно свести к двум взаимоисключающим утверждениям. С одной точки зрения, опричнина была обусловлена личными качествами царя Ивана IV и не имела никакого политического смысла. Ключевский, Веселовский, Фраянов. С другой, опричнина была хорошо продуманным политическим шагом Ивана Грозного и была направлена против тех социальных сил, которые противостояли его самовластью. Последняя гипотеза, в свою очередь, также раздваивается. Одни исследователи полагают, что целью опричнины было сокрушение боярско-княжеского экономического и политического могущества. Соловьев, Платонов, Скрынников. Другие, Зимин, Кобрин, считают, что целью опричнины было уничтожение остатков удельно-княжеской старины. И она направлялась против сепаратистских устремлений Новгорода и сопротивлений церкви как мощной, противостоящей государству, организации. Каждое из этих положений не бесспорно, поэтому полемика об опричнине продолжается. 3 декабря 1564 года царь неожиданно выехал из Москвы вместе с семьей в сопровождении заранее подобранных бояр и дворян, взяв с собой казну. После посещения Троицы Сергеева монастыря он направился в свою летнюю резиденцию, Александровскую Слободу. Отсюда в начале января 1565 года Иван IV послал в Москву две грамоты с обвинением бояр, духовенства и служилых людей. Послания царя, прочитанные на Красной площади, вызвали в городе огромные волнения. Москвичи потребовали, чтобы царя уговорили вернуться на престол, угрожая, что в противном случае они государственных лиходеев и изменников сами изведут. Через несколько дней в Александровской Слободе царь дал согласие вернуться на престол с условием, что начнет новую политику – опричнину. Опричнина – опричь, значит «кроме», означало личный удел царя. Остальная часть государства стала именоваться земщиной, управление которой осуществлялось Боярской думой. Политическим и административным центром опричнины стал особый двор со своей Боярской думой и приказами, частично переведенными из земщины. В опричнине была своя казна. Первоначально в опричнину была взята тысяча служилых людей, но были и представители некоторых старых княжеских и боярских родов. Для опричников вводилась особая форма. К шеям своих лошадей они привязывали собачьи головы, а у колчана со стрелами метлу. Это означало, что опричник должен грызть государевых изменников и выметать измену. Опричнина отнюдь не изменила структуру крупной собственности на землю. Боярское и княжеское землевладение пережило опричнину, но многие бояре стали ее жертвами. Выступление Ивана Грозного и опричников против старых удельных институтов достигло апогеи в 1569-1570 годах. Церковные иерархи не поддерживали опричную политику. Митрополит Афанасий удалился в монастырь, а следующий митрополит был задушен. Однако факт низложения митрополитов и других церковников еще не свидетельствует об ослаблении позиции церкви в целом. Был устранен и последний удельный князь на Руси Владимир Андреевич Старицкий. В декабре 1569 года войско опричников, лично возглавлявшееся Иваном Грозным, выступило в поход на Новгород. В течение шести недель подозреваемых тысячами пытали и топили в Волхове, грабили город. Имущество церквей, монастырей и купцов было конфисковано. Затем Грозный двинулся к Пскову, и лишь суеверность царя позволила этому старинному городу избежать разгрома. После возвращения из Новгорода начинаются казни самих опричников, тех, которые стояли у истоков опричнины. На смену им приходят наиболее отличившиеся в погромах и казнях, среди них Малюта Скуратов и Василий Грязной. Опричный террор продолжался, но в 1572 году опричнина была отменена. Впрочем, некоторые исследователи полагают, что изменено было лишь название, а опричнина под именем Государева двора продолжала существовать и далее. Другие историки считают, что Иван IV попытался вернуться к капричным порядкам в 1575 году, когда вновь получил во владении удел, а остальной территории поставил управлять крещеного татарского хана Симеона Бекбулатовича, который назывался великим князем всея Руси, в отличие от просто князя Московского. Не пробыв и года на престоле, хан был сведен с великого княжения. Все вернулось на свои места. Как же все-таки можно оценить опричнину? В определенной мере она явилась продолжением преобразований, начатых при Иване III. Их суть заключалась в формировании государственной системы, состоящей из самодержавной власти, опирающейся на земский строй. Вместе с тем опричнина стала и личной драмой царя Ивана IV в условиях правления избранной рады, в некоторой степени отодвинутого от власти. Стремясь вернуть себе всю полноту власти, Иван Грозный стал самолично вершить не только судьбы людей, но и судьбы государства. Отсюда его борьба с аристократией, не только с боярами, но и с верхушкой дворян, церковью, и попытка опереться на земство. В целом это противостояние не сказалось на судьбе исторического развития страны, который, по сути, Иван пытался ускорить. Параграф 9. Восточное направление внешней политики. В связи с укреплением государственности к середине XVI века перед московским государством встают уже новые внешнеполитические задачи, в частности, расширение территории и их безопасность. Особое беспокойство вызывали все еще довольно сильные осколки Золотой Орды, Казанское, Астраханское, Крымское и Сибирские ханства. Именно противостоянием с ними были обусловлены основные внешнеполитические задачи на Востоке, Юго-Востоке и Юге. Западное направление внешней политики России главной целью имело выход к Балтийскому морю. Первоочередной задачей в середине XVI века стала борьба с Казанским ханством, непосредственно ограничившим с русскими землями и державшим в своих руках волжский торговый путь. Вначале казанский вопрос пытались решить дипломатическим путем, посадив на престол московского ставленника. Однако это закончилось неудачей, как, впрочем, и первые походы 1547-1548, 1549-1550 годов на Казань. Только более подготовленное наступление в 1551 году привело к падению Казанского ханства, что предопределило и судьбу Астраханского, имевшего важные стратегические и торговые значения. В августе 1556 года Астрахань была присоединена к России. В это же время признали вассальную зависимость от России Ногайская Орда и Башкирия. Таким образом, земли по Волжье и торговый путь по Волге оказались в составе России. Присоединение по Волжье создало также предпосылки для дальнейшего освоения земель на Востоке, то есть Сибири, привлекавшей русским золотом пушниной. Большую роль в продвижении в Сибирь сыграли купцы и промышленники Строгановы, получившие обширные владения по рекам Ками и Чусовой. Для охраны своих владений они построили ряд городов-крепостей, создали населенные охочими людьми, казаками, военные гарнизоны. Около 1581-1582 годов Строганова снарядили за Урал военную экспедицию казаков и ратных людей из городов. Во главе этого отряда около 600 человек стал атаман Ермак Тимофеевич. Поход его не привел к непосредственному присоединению Сибири, но начало этому было положено. В Сибирь двинулись потоки русского крестьянства, принесшие собой и традиции русского земского самоуправления. Отношения с крымским ханством строились на желании не вмешиваться в дела друг друга. Тем не менее, уверенности в стабильности это не давало, поэтому использовалась найденная еще во времена правления Елены Глинской успешной форма активной обороны южных и юго-восточных рубежей Руси – засечные линии. Сочетание крепостей, земляных, чистокольных укреплений и естественных преград. Причем засеки не были застывшей формой границы, так как переносились в сторону увеличения российской территории. Параграф десятый. Ливонская война. Особым объектом внимания Ивана IV на западном направлении внешней политики становится Ливония. Государство, созданное в XIII веке немецкими рыцарями-меченосцами. В XVI веке это было слабое государство, по сути разделенное между рыцарским орденом, епископами и городами. Рыцари возглавляли его лишь формально. Вместе с тем орден, опираясь на поддержку других государств, препятствовал установлению контактов России с западноевропейскими странами. Завоевав или подчинив себе Ливонию, Россия получила бы непосредственный выход к Балтийскому морю. Поводом к началу Ливонской войны послужил вопрос о Юрьевской Дании. Город Юрьев, впоследствии названный Дербт, основал еще Ярослав Мудрый. Согласно Русско-Ливонскому договору 1503 года, за него и прилегающую территорию Ливония должна была уплачивать ежегодную дань, но однако этого не делала. В 1558 году Иван IV двинул свои войска в Ливонию. Начало войны принесло ему большие победы. Были взяты Нарва и Юрьев. Русские войска прошли всю Ливонию до границ Восточной Пруссии и Литвы. Результатом кампании 1560 года стал фактический разгром Ливонского ордена как государства. Однако земли его перешли под власть Польши, Дании и Швеции. Таким образом, вместо слабой Ливонии у России оказалось теперь три сильных противника. А после объединения Литвы и Польши в 1569 году на Сейме в Люблине в единое государство Речь Посполитую – четыре. Но Земский собор высказался за продолжение войны. В решении собора подчеркивалось, что отказ от Ливонии повредит торговым интересам России. В 1568-1569 годах война приняла затяжной характер. Активизация военных действий происходит после избрания Стефана Батория королем Польши. Используя внутренние проблемы России, он в 1581 году доводит войска до Пскова. И только героическая осада города, выдержавшего 31 приступ, заставила поляков отказаться от дальнейшего продвижения вглубь российских территорий. Вышеназванный успех был омрачен захватом Нарвы шведами. Продолжать и так затянувшуюся войну уже не было смысла. Да и здоровье царя внушало беспокойство. Было решено идти на переговоры и искать возможности перемирия. В январе 1582 года в Яме-Запольском, недалеко от Пскова, заключается десятилетнее перемирие с Речью Посполитой. Россия отказывается от Ливонии и белорусских земель. В мае 1583 года заключается трехлетнее Плюсское перемирие со Швецией, по которому Россия уступала Копорье, Ям, Ивангород и прилегающую к ним территорию. Россия не смогла выполнить задачу выхода к Балтике и вновь оказалась отрезанной от моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова